Привет, дорогой друг! Помнишь, как я недавно рассказывал про анонс антишутера от Mail.ru? Так вот, сегодня появились первые подробности игры, и антишутер оказался анти-необычным. Но вот посудите сами. Особенности игры — это Использование вместо классов уникальных героев, у каждого из которых есть своя предыстория и уникальные умения? Ого, это ж прям вообще не как в шутерах! Идём дальше. Глубокая система прокачки, позволяющая открывать и комбинировать способности. Ничего себе! Но это ещё не всё. Упор не на скорость реакции, а на тактические решения. Никогда такого не видел, честное слово. На самом деле видел. В общем, рекламный отдел получает 5 с плюсом за шумиху вокруг анонса. И теряет 3 балла за ощущение обмана после первых подробностей. И да, разработчики выпустили анти-дневники разработчиков. Странно, почему не анти-разработчиков, просто анти-нетительное событие. Получились бы общаться с фанатами у Creative Assembly. Дело в том, что почти все игры вокруг имеют бонусы за предзаказ. Но я дичайше ненавижу временные DLC, которые дают по предзаказу, но без предзаказа купить их нельзя. И в этом я не одинок настолько, что Creative Assembly пришлось сделать дополнение Войны Хаосом, доступным не только по предзаказу, но и за покупку, сделанную в течение недели после выхода игры. Так что у вас будет время с 24 по 31 число, чтобы прочитать обзоры, посмотреть стримы и сделать свой вывод, стоит ли брать игру на старте. После 31 числа дополнение будет недоступно для покупки. Компромиссненько, ничего не скажешь. Но товары правда важно оценить перед покупкой, так что посмотрите анбоксинг коллекционного издания Uncharted 4. Вроде вышло крутым, лучше, чем коллекционное издание Ведьмака. А CD Projekt Red, видимо, не собирается исправляться. Потому что новой коллекционки, в которой вошли бы еще и все дополнения, которые вышли у третьего Ведьмака, не будет. И ремастера первых двух не будет. Но нас ждет еще одно дополнение, и студия наконец поделилась подробностями о нем. Размер карты будет как, если все острова Скеллиги собрать воедино. Достаточно немало. А еще там будет новая колода карт для Гвинта. Вот только и войдет ли она в дисковое издание, пока не ясно. Да и когда ждать дополнения не ясно, но представители студии сказали, что надеется, надеется на релиз до Е3. Хотя верить им разработчикам, некоторые из них в игры-то играть не умеют, целыми студиями. Например, никто из сотрудников ID Software не смог пройти Doom на самом сложном уровне. И это такой, где после одной смерти начинаешь сначала. Такой же уровень, но с чекпоинтами проходим, но в меру сложно. Все как в старь. Но самое большое испытание в видеоиграх это даже не Dark Souls, а запустить эксклюзив Microsoft для Windows 10 на подходящий под минимальные требования видеокарте. Но радует, что компания хотя бы теперь знает про эту проблему, и даже обновит свою операционную систему так, чтобы Quantum Break наконец перестал вылетать на слабых видеокартах. Патчи для игры на всю систему, это же не считая патчей для самой игры. Битые еще более битого везет, ну ей-богу. И кстати, 5 мая начнется бета-тест не только Overwatch, но и условно-бесплатной версии Forza Motorsport 6 для Windows 10, Apex. И вот ее системные требования. Минимальные вроде скромные, но вы же знаете, как это было с Quantum Break. Зато бесплатно и бета на все лето. Убьете время до нового Deus Ex. Кстати, тут подъехал большущий ролик по игре, показывающий новые возможности Адама. И разные стили прохождения. Даже что-то вроде детектора лжи для диалоговой системы. И конечно, последние новости из аугментированного мира. Ссылка, как всегда, в верхнем правом углу. А с вами был Павел Пивоваров. До встречи завтра на том же самом сайте. Всем муру-муру, пацаны!